Мы теперь учимся всю жизнь. Не записывайтесь на все онлайн занятия сразу. Очень большой процент не окончания онлайн курсов. Это статистика онлайн школ. Ты должен найти себе компанию, которая возьмет тебя на стажировку. Теория всегда отличается от практики. Главное не бояться и четко понимать, куда вы идете и что вы хотите. Меня зовут Данская Акира. Я HR-эксперт с опытом работы более 20 лет. И сегодня, наверное, я дам некоторые лайфхаки о том, как и куда движется наш рынок в современных реалиях. Для того, чтобы сменить профессию, надо сначала понимать, чем ты хочешь заниматься. Есть различные способы, как найти себя и свое призвание. Что подходит твоему психотипу, что тебе интересно, что будет приносить тебе удовольствие. Сначала надо пойти поучиться. Сейчас большое количество школ, которые представляют онлайн образование, как дополнительное, как новое. Это могут быть короткие курсы, которые дадут тебе представление о некой новой профессии. Либо это будет уже такая профессиональная переподготовка и прямо полноценное обучение. Мой совет. Не записывайтесь на все онлайн занятия сразу. В день, когда онлайн школа дает скидки 50% на все курсы, очень часто кандидаты говорят, что я записался на 5 онлайн курсов и ни один не заканчивает. То есть это очень большой процент не окончания онлайн курсов. Это статистика онлайн школ. Для того, чтобы получить новую профессию, ты сориентировался, в какое направление ты идешь. Ты движешься в сторону онлайн образования. Ты должен обладать определенной насмотренностью в этой сфере. То есть ты подписываешься на соответствующие телеграм-каналы. Ты смотришь на ютюбе это направление. То есть ты сфокусировался, и ты для начала создаешь вокруг себя вот это информационное поле. Туда, куда ты будешь двигаться. Очень важно найти комьюнити, какие-то компании, коллег, людей, которые занимаются тем же. Обрастать важно контактами, взаимодействовать, задавать вопросы. И когда ты понимаешь, что уже ты что-то умеешь, что ты понимаешь, готов отдавать, ты должен найти себе компанию, которая возьмет тебя на стажировку. Стажировки обычно на начальных условиях, таких стартовых позиций, они бесплатны. Но это возможность посмотреть и поработать с реальными кейсами. Посмотреть, как устроено это изнутри. Поскольку теория всегда отличается от практики. То, что вы проходите на онлайн-вебинаре, оно не всегда оказывается тем же понятным, легким и доступным в реальных проектах. Главное не бояться и четко понимать, куда вы идете и что вы хотите. Многие компании не публикуют информацию о своих стажировках. Я, как HR, всегда понимаю, что стажеры – это наше будущее. Это то, с чего мы можем начать формировать человека под себя, под свою корпоративную культуру. Но всегда стажеры достаются в ученики самым занятым, самым востребованным и классным специалистам. И для специалистов вкладывание своих знаний, времени и умений в новичка – не всегда процесс, который потом монетизируется в хорошего сотрудника. Поэтому тут всегда есть некое сопротивление, когда сотрудник не хочет тратить время на наставничество, на стажера, у которого нет опыта. Но тут и задача HR – простимулировать этого наставника. Если вы видите, что компания, которая вам интересна, не размещает информацию о стажировке, вы всегда можете написать, найти контактное лицо и напроситься на эту стажировку самостоятельно. Также, если вы стремитесь в какую-то сферу и у вас есть определенная комьюнити, где вы общаетесь со специалистами в этой области, вы можете предложить себя. В этом комьюнити ребята с удовольствием пройдут стажировку, готов на безвозмездной основе пару месяцев поработать на пользу дела. Возможно, кто-то из специалистов в этой области, где вы развиваетесь, сам предложит вам «Приходи ко мне, посмотрим, что получится». Стажировка – это очень сейчас важный момент, когда вы вкладываетесь своим временем в новые знания, а в вас вкладывает компания, и в дальнейшем, возможно, это будет ваш первый шаг в этой компании. Я всегда очень люблю стажировки для начинающих специалистов, потому что это некое вложение наше в будущий рост мотивированного, заинтересованного, лояльного сотрудника. Если мы понимаем, что спустя какое-то время вы, как специалист, нам не подходите, или у нас нет вакансий, мы всегда можем проститься на время, потому что неизвестно, как сложится в будущем наше взаимодействие, дать рекомендательное письмо, дать свой телефон в качестве рекомендодателя, возможному будущему работодателю, который всегда может позвонить, спросить, как человек стажировался, насколько он был успешен, мотивирован, вовлечен. HR любой с удовольствием порекомендует хорошего стажера. Были случаи, когда наши стажеры, уходя в свободное плавание в другие компании, через какое-то время приходили уже на более синерпозиции ко мне в компанию. Тут, наверное, никаких открытий я не сделаю. Самая популярная профессия, естественно, в топе всегда – это профессии, связанные с IT-технологиями, с интернетом, с диджитал, это гейм-индустрия, это онлайн-образование. Ну и, наверное, всегда ценятся хорошие маркетологи и сейлзы, те, кто умеют продавать все, включая воздух. В ближайшие 5-10 лет ситуация сильно изменится. Как показывает исследование, которое было представлено на Международном экономическом форуме Future for Jobs в 2020 году, исследование гласит следующее. К 2025 году 40% актуальных навыков сотрудников, которыми они владеют сейчас, будут уже неактуальны. И к 2025 году в три раза увеличится объем информации, который будет вокруг нас. Соответственно, нам нужно научиться эту информацию обрабатывать, нам нужно учиться критическому мышлению, нам нужно учиться эмоциональному интеллекту, нам нужно учиться всему, что связано с технологиями, с различными. Это огромные знания, которые мы еще сами не знаем, какие будут появляться каждый год регулярно и в огромном количестве. Как говорил великий Альберт Эйнштейн, как только мы прекращаем учиться, мы начинаем умирать. Фраза, конечно, была на английском языке. Once we stop learning, we start dying. Long life learning. Это в HR сейчас очень известная, популярная история. Мы теперь учимся всю жизнь. Если раньше мы приходили со своим высшим или средним техническим образованием на одну работу и до конца дней на ней работали, повышая свою квалификацию только в процессе работы, то сейчас ситуация такова, что в течение жизни мы будем менять 3-4-5 профессий. В зависимости от того, какие технологии появляются, в зависимости от того, какие профессии заменяются на роботизированные механизмы, в зависимости от того, какие появляются потребности у пользователей. Поэтому учиться мы будем теперь с утра до ночи и 365 дней в году. И к этому надо быть готовыми. Нужно учить учиться, потому что если ты закончил вуз 30 лет назад и больше ты нигде не учился, то попытка выучиться на что-то новое – это будет огромный-огромный труд. Потому что привычка учиться должна быть сформирована, и она должна регулярно тренироваться. Вот soft skills – это как раз эмоциональный интеллект, это критическое мышление, это вот это soft skills – умение взаимодействовать. Что такое hard skills? Hard skills – это твои жесткие навыки, это то, что ты как профессионал знаешь. Например, для бухгалтера – это умение работать с программой 1С-8, знание основ бухгалтерского учета, знание правил налогообложения, взаимодействие с фондами, с тем, с тем. А что такое soft skills для бухгалтера, например? Это умение наладить контакт с коллегами. Потому что люди приходят к тебе с вопросами, со своими задачами, они не профессионалы в твоей области. И ты, как человек, который владеет навыками коммуникации, должен грамотно, доступно коллеге объяснить, какая задача ему предстоит быть выполнена в области сбора документов, как правильно оформить договор с контрагентом. То есть какие-то вещи ты должен навыками взаимодействия, коммуникации обладать, ты должен обладать навыками тайм-менеджмента, например. Ты должен правильно распределить нагрузку в течение дня, ты должен рассчитать, какое количество операций как бухгалтер ты делаешь в день, например, по банковским переводам, и успеть помимо платежей разнести платежки в различные программы, для того, чтобы твоя работа на твоем участке была выполнена качественно. То есть вот такие вещи, то, что требует от тебя личного присутствия, вклада во взаимодействие, вот это называется soft skills. Ну, как нам показал 2020 год, на удаленке профессия может быть любая, кроме, наверное, массажиста и специалиста ногтевого сервиса. Ну и, наверное, продавец в магазине, если магазин открыт. Да, это и то сейчас кассы без кассиров, да. Конечно же, в первую очередь тот или иной набор профессий на удаленке будет зависеть от индустрии. Какие-то профессии уже в принципе не предполагают офисов. Если мы смотрим вакансии в области гейм-дева, то есть игровых технологий или IT, у них в принципе нет понятия офиса, потому что все работают из дома, у них есть коммуникационные чаты, где они встречаются как в офисе для общения. Какие-то вакансии будут больше уходить в удаленку, какие-то меньше. Там, где нужно непосредственно взаимодействие человек-человек, то, скорее всего, 100% на это не пойдет в онлайн, потому что онлайн не дает порой той химии, той психологической совместимости понимания и контакта, которые, конечно, есть при оффлайн-общении. Для того, чтобы найти свою мечту, надо сначала понять, что будет твоей мечтой. Надо воспользоваться услугами либо профориентологов, либо самому сформировать свое понимание, куда ты хочешь идти, чему ты хочешь научиться для того, чтобы стать востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом в своей области. Нужно пробовать. Не факт, что когда ты добьешься этого и придешь в эту область, эта профессия, эта новая работа тебя будет радовать и вдохновлять достаточно продолжительное время. Возможно, через какое-то время ты в ней разочаруешься, но для этого у нас есть long-life learning. Ты можешь подумать, переквалифицироваться, найти что-то новое для себя. Мечту надо искать, за ней надо идти. Стив Джобс говорил, найди любимую работу, и тогда тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Что это значит? Пойми себя, найди себя, будь счастлив в том, что ты делаешь, получай это в удовольствие, и твоя жизнь заиграет новыми красками. Учись, развивайся, смотри по сторонам, обладай насмотренностью, впитывай новые знания и умения, и ты будешь всегда в топчик, ты будешь всегда востребован на рынке, за тобой будут охотиться рекрутеры. Удачи!